Глава пятая. Пытаются отдышаться. Я что? Пытаются отдышаться. Это... Твою ж мать. В этот раз все это зашло слишком далеко. Тяжело дышит. Что за... Твою ж. Налево. Направо. Всем привет. Меня зовут Нодин Шмайф. Мы продолжаем проходить симулятор аутопсии. Нам что-то бросили в окно, и он сходит с ума. О, это кровь? И зачем мне кровавый кирпич? Что происходит? Мистер Ридли! Мистер Ридли. Я пойду таблеток это наверну. Он совсем не слышал шум? Я выпью таблеток. Я что называется, напью таблеток, а то у меня что-то все как-то это... Мутит меня в разные стороны. Мистер Ридли, какого хрена? Вам за что платят? Вы охранник или кто? Что происходит? Вы оглохли, что ли? Это вы точно подметили, Хэнман. Что здесь смешного? Или вам нужно доказательство? Было бы неплохо. Спать надо меньше. Идите и посмотрите сами. Я отправляюсь домой. Такси, наверное, уже дождалось. То, которое уехало вчера? Вчера? Как это? Хэнман, пятница на дворе, 29 ноября вечер. 29 ноября? Ой, я... Простите. Я забыл, что это. Не беспокойтесь. Я тоже забыл. О, боже. Хотите, позвоню Дороти? Я подготовила трубку к вскрытию. Может, она вас подменит? Нет. В этом нет нужды. Лучше я останусь здесь, чем буду сидеть дома. Если вдруг что, скажите мне. Конечно. Хэнман, а? Не очень жаль. Ага. Мне тоже. А, Хэнман, если ты снова оставишь беспорядок в Прозекторской снова, и уедешь домой, я все это барахло затолкаю в твою машину. Я обещаю. Ладно. Кажется, надо принять таблетки. Да я уже, уже как-то... Уже сходу, что называется, приняла. Надо будет потом сходить на кладбище. Там спокойно, хорошо. Точно не сегодня. Забыть самое главное. Надеть фартук. Как, сука, всегда. О, боже. Элис? Нет. В смысле, Элис? Как это Элис? Это Элис? Ничего. Показалось. Я просто устал. Так устал. Боже. Как кто-то мог такое сделать? Нужно подготовиться. Диктофон. Сегодня 29 ноября. 91-го года. Эмбер Лув, 30 лет, мастер тату-салона. Найдена утром на остановке Синкин Роуд. На окраине города. По мнению следователя, девушку выбросили недалеко от леса. Судя по следам крови, она пыталась доползти до остановки. Люди, которые утром ждали там автобус, обнаружили тело в траве у дороги. По показаниям поменты коллеги, это было такси Ураган. Компании отправили запросы о писании внешности того, кто был за рулем. Но оказалось, что никто из водителей под него не подходит. Полиция за вчерашнего дня ищет преступника. Коллега Эмбер рассказала, что видела подругу две недели назад. В ее последний рабочий день перед отпуском. Около 21.40, он уехал на такси в аэропорт, чтобы лететь в Амстердам. Ну и походу на этом все. Как люди вообще способны на такое? Приступим. Нужно снять одежду. Тело поступило в одном лишь нижнем белье. Теперь зафиксируем тело на фото. Так, взять камеру. У погибшей очень бледная кожа. Трупных пятен не видно. У погибшей нет правой руки. На коже и груди красные пятна. Все тело покрыто засохшей грязью. Множество глубоких рваных порезов. У погибшей также нет левой ноги. Ладонь и тыльная часть левой руки покрыта ранами. Так, осталось что-то последнее. Ну что? Чего я пропустила? Тут какие-то следы на шее-то нет. Ничего. Точно? Точно что-то забыла? А где? Нет, я что-то забыла. Оно теперь не щелкается. Только страшная музыка нагнетает. Страшная музыка нагнетает. А что я забыла сфоткать, не ясно. Там какой-то след на шее подозрительный, на мой взгляд. Что, 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 что не работает? Может, на пятке что-то есть? Где что? Он не фоткает. Он сам не фоткает. Он ничего не фоткает больше. Блин, не долго смотреть на все эти конечности. Потрясающе. Не, работает. Чего я не упустила? Все раны. Не вижу ни на что не наводится. Может, на голове что-то прям. Нет, волосы. Ничего не вижу. А, вот. На лбу погибшая обсердная гематома. Как видите, Эль сильно досталась. Так, прикрепить фотографии. Так. Начало работы, провести вскрытие. Ну, поехали. Почему она так... Соберись. Общая картина. Наслаждать лупу. Рана выглядит довольно свежей. Возможно, это погибший упал, или кто-то ее сильно ударил. Раны обработаны и ушиты. И тот, кто их зашивал, знал, что делал. При этом можно заметить, что швы накладывали. Довольно небрежный врач, скорее всего, спешил. Небольшая краснота в некоторых местах. Раны на сгибе локтя выглядят глубже остальных. Интересно, откуда взялись синяки? По итогам внешнего осмотра, признаки внутреннего кровотечения отсутствуют. Ногая рука были ампутированы вплоть до сустава. Нападавший пользовался скальпелем. Но линия отреза рвана. Судя по всему, эти раны пострадавшая получила, когда ползала по жесткой неровной земле. Подведем предварительный итог. Для Элис эти ранения стали смертельными. Похоже, преступник старался сохранить как можно больше кожи на местах ампутации. Некоторые из них она получила уже когда ползла к остановке. Что до этих следов? От отсутствов еще никто не умирал, но изучить их в любом случае стоит. Похоже, погибшие ввели какое-то вещество. И оно все время было без сознания. Швы наложили уже некоторое время назад. Выходит, что преступник мучил Эмбер в течение нескольких дней как минимум. Следы борьбы отсутствуют. Мы не можем точно определить, как появились раны и в какие условия находилась погибшая. Он явно не представлял, какая у нее тяга к жизни. Возможно, произошел несчастный случай, а может, ее добили. Даже если раны были надежно зашиты, они могли раскрыться, пока она ползла. Элис пришлось много вынести из-за этого психа. А, то есть у него жена как раз примерно похожим образом умерла. Вот как. Мне понадобится уф-лампа, чтобы проверить, что делал преступник. То есть логический анализ может определить, под какими веществами она находилась. Мы не знаем, сколько крови потеряла Эмбер, пока пыталась спастись, и сколько крови она лишилась из-за этих жутких процедур. Многое указывает на то, что погибшая не знала, какие с ней происходят зверства. В раны могла попасть инфекция. Даже если она и не была опасной, измученное тело могло ослабнуть еще сильнее. Преступник явно больной извращенец. Вздыхает. В том, еще уф-лампа, я поищу на теле Эл... Эмбер, какие-нибудь зацепки. Отчетливые следы от связывания. Why? Do you? Do. Ты же знаешь, я бы никогда... Почему ты это сделал? Что? В смысле? В смысле, почему я это сделал? Я? Это он поехавший? Дыши, Джек. Это просто... Нужно взять себя в руки. Осмотр туловища я закончил. Опять? А тут... Вокруг засутся что-то есть. Вероятнее всего, это слюна. Преступник явно искал способа удовлетворить... свою парафилию. Ах, Господи. О, много будет у полиции работы. Если я найду свой жесткий диск, то можно будет делать рентгеновский снимок. Подвину пока столы в сторону, рентгеновской установке в нужное место. Может, надо было попросить Дороти подменить меня сегодня? Шесткий диск. Продолжаю погружаться в свои мысли. Оу. Да что здесь происходит? Да действительно. Какого хрена? Прости. Это не я. Прошу. Что? Со мной что-то сильно не так. Элис. Прости меня. Я с ума схожу? У меня совсем крыша поехала? Скорее всего. Вот и диск. Найти рентген. Такие случаи могут легко вывести резонавесие. Так, найти рентген. Эти трубки нужно заменить. Вряд ли в лаборатории, правда? Может они где-то тут? Тут рентген может быть? Он сказал, что это какая-то большая штука вина. Ну, вряд ли в этой. Найти рентген. В лаборатории может быть рентген. Найти рентген. Найти рентген. Ну, тогда только в этом, в подвале. Где еще может быть рентген? Найти рентген. Есть что-нибудь светится? Это что? Это не рентген. Нет, походу он-то и не тут. Нет. Надо тащить из подвала, что ли, рентген. Где рентген? Как выглядит рентген? Это какая-то большая арматура, скорее всего. Да еще жестким диском. Явно не в столовой, конечно. Где рентген, не знаешь? Они знают. А? Ты отвечал на телефонный звонок? Какой еще звонок? Они знают. Телефон звонил. Несколько минут назад. Я ничего не слышал. Они знают, что ты принимаешь лекарства. Как так получилось? Пришли твои результаты. О. Отлично, я им перезвоню. Ну, принимаю. И что такого? Это тоже не рентген. Все, это не рентген. Сейчас я опять буду ходить искать. Миллион лет. Они знают. Ну, знают и знают. Узнают. 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 есть рентген? Как выглядит рентген, сука? Я не знаю. Я не медик. Ну, явно не здесь, походу. Походу, рентген не здесь. В этом сарае есть какой-нибудь рентген? Там и входа-то нету. Слышите, рентген есть? Хотела бы сказать, а если найду? Только я что-то ничего найти не могу. Рентген. Найти рентген. Где рентген? Как рентген выглядит? Понятия не имею. А вот рентген. Вот это рентген, походу. Да? Что это такое? Рентген? Походу, да. Так, визу рентген. Я тут уже так долго. Столько... Сколько дней? Они все слились в один. Ай, ладно. Так, можно запускать. А, как запускать? Запустить установку. Ага, вот. Ага, вот. Так, под головой установить. Как? 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 Сказали установить. Панель установить. А как панель установить? Ядрёно, аж как сложно. По идее, надо вот эту двигать, да? А, вот. Так, между глаз. Так, чтобы она смотрела на переносицу. Так? По идее. Нет. Он стал между глаз. Только ей надо голову повернуть, кажется. Надо ли... А, вот. Мне нужно нажать вот эту фигню. Всё. Готова? Чего? Это что вообще? Так? Так не так? А как нажать? Или надо прям по... По этой? Сейчас. По пластине. Так. Так. Так! Около головы. Так не так? Так не так? Куда нажимать? Чтоб она работала. О, вроде всё верно. Наконец-то. А я-то думал, эта старая штука, она выбьет все пробки. Отлично. Нужно отнести диск в лабораторию. Там я распечатаю изображение, а потом... Вздыхает. Посмотрю на состояние лобной кости потушенного гребня на аневризму. Внутренние слуховые каналы Элис, пазухи решетчатой кости и лобные пазухи. Почему-то с ней произошло. Большие мялые крылья, а кленовидные кости? Не, подожди. На компьютер мне надо делать. Подожди, а компьютер у меня где? Ё-моё. Вон компьютер. Компьютер не в кабинете. Диск подключен. Нужно только загрузить снимок. И можно его печатать. Снимок получился отличный. Отличный снимок. Но почему? Почему гематому не видно? Посмотрю на снимок на гикотоскопе. А, это что? Боже мой, понапридумали столько аппаратов. Это? Это? Странно. Видимо, придется сделать еще. Включить. Да будет свет. Черт. Так я знала, что дача от меня отвернется. Но уже почти повер, что сегодня боится ли сприваться с электричеством. Ну что ж, хранилище ждет. Как и мои глюки меня ждут. Эти мигающие лампочки любого могли бы с ума свести. А теперь все погасло. Просто потрясающе. Классно. Здорово. Так? Твою мать. Ну конечно же. Мне понадобится фонарик и помощь Ридли. Взять. Ридли. Что? Что? А что? А, дверь снесли. Двери нету. Или что? Что такое? Что за страх? Ридли нету. Вздыхает. Это какое-то чудо. Почему каждый раз, когда мне нужен Ридли, он магическим образом растворяется в воздухе? Боже, боже. Ладно. Что теперь? Запущу генератор в гараже. А гараж же не открыт. Открыть гараж. Или он руками отскрывается без этих. Может там не заперто. Должна же от безлаберности Ридли хоть быть хоть какая-то польза. Холодает. Верника, дождь шел. А как открыть гараж? Похоже, я трендился, что будет просто. Так, и как? Как открыть гараж? Разве не должны быть какие-то ключи? Не ключи? Как открываются гаражи ваши? Я человек, который никогда не открывал такие гаражи. Я понятия не имею, как они открываются. По идее, там можно это... Схватить их снизу как-то и поднять. По идее. Но на самом деле, хрен его знает. Открыть гараж. Как открыть гараж? Как открывается ваш гараж? Гараж? А гараж? Ой, дурдом. А, это что такое? Не вот этим открывать гараж? Что это? Поддоном открывать гараж? Просто чудесно. И человек, который воскричал, ушел споста. Господи боже. А ведь я еще не начал вскрытие. Да пошло оно все. Я за молотком. У меня нет времени. И сил тоже. Так, ну берем молоток. Хорошо. Что-то мне нехорошо. Я так устал. А! Нифига ты! Серьезно. Блин, а ты как-то можешь это? Я не знаю, в какое должно быть состояние, чтобы вот стоять в воздухе и махать молотком. Да чтоб тебя. Мне вот интересно, а вот этой игре точно нужны такие геймплейные элементы? Так, так, начинается получаться. Боже. Сейчас упаду. Так, тут чего-то не хватает, что ли? Переключателя. Или рычага. Найти рычаг. О нет. Сколько же здесь всего? Ай, блин. Вот, 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 блин. Думаю, это подойдет. Игра, в принципе, не короткая. Опа. Игра, в принципе, не короткая. Нахрена вот эти геймплейные элементы здесь нужны? Объясните мне, пожалуйста. Такой хрен. Подходит. Отлично. Теперь запустим генератор. Что-то не так. Все работает. А, это было недолго. Ну что за? Может, топливо кончилось? Пусто. Неплохое бы получилось украшение для сада. Так, ну что, мне нужно теперь выйти и найти топливо. Господи, эту развязку фиг увидишь, конечно. Мне нужно найти топливо. Тут, наверное, вряд ли есть топливо. Тут только есть газ. Где еще может быть топливо? Целая канистра нужна. Суп? Нифига себе. Заплесни вилый. Клево. Заплесни вилый суп. Нам нужна канистра. Канистра, ну, может и не тут. Найти топливо. Это топливо? Ни одной капли топлива. Опа. Это что? Это кто? Это подружайка. Как она вообще сюда попала? Убийца жены. Убийца жены написано. Так это все-таки он жену все-таки грохнул? В каком-нибудь припадке. Это не топливо. Бухать. Бухать, не бухать. Еще какой-то генератор. Так я не вижу канистры. Видишь какие-то банки, бочки. Но это не то же самое. Ага, вот канистра. Супер. Наконец-то. Наконец-то. Зачем столько сложностей? Сейчас мне еще по голове что-нибудь прилетит. С меня хватит на сегодня. Не могу здесь находиться. Точно не сегодня. Так, думаю, этого хватит. И еще одна пустая канистра для коллекции. Кто здесь? Это я, Джек. Элис? Что-то Элис как-то изменилась в мужика. Кряхтит. Глава. Что произошло? Что за хрень? Кто меня связал? Это ненадолго. Прости, дружище. Стивен? Ты что творишь, твою мать? Кажется, я тебе сильно... Слишком сильно приложил лопаты. Ха-ха, очень смешно. Развяжи меня давай. У меня нет сил на твои идиотские игры. Ага. У меня тоже. Я, эй. Я не понимаю. Стивен. О чем ты? Произошла какая-то ошибка. Я... Я, я, я. Как будто в мире есть только ты со своим нытьем. Только ты со своими проблемами. Но не ты здесь жертва. Заткнись. Можешь закрыть свой рот хотя бы на секунду. Для меня ты убийца. Чего? Удивлен? Думал, я ничего не знаю. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Бедная моя сестра. Даже сейчас ты не можешь найти в себе ни капли храбрости. Ни капли честности. Меня тошнит от тебя. Я подозревала тебя с самого начала, с того самого момента, когда узнала, что... Что Алис мертва. Я знала, что это сделал ты. Опухоль, аневризм, необъяснимые обстоятельства. Ты кого пытаешься обмануть, а? Ради всего святого, ты же врач. Нет, Стивен, все не так просто. Заткнись, я еще не закончил. Почему ты солгал, Джек? Почему ничего не сказал? Если бы ты признался, я понял, что нужно брать дело в свои руки. Тебе становится понятнее или нет? Угрозы, кольцо, фотографии. Правовый Пит, который оказался на свободе. Он, кстати, умер в той аварии. Ты больной ублюдок. Да, ты даже не представляешь, насколько прав. Я даже принимаю сильные лекарства. И ты тоже. Я тебе их подсыпал. Надеялся, что тебя это сломит, что потом надо сделать себе что-то непоправимое. А я буду просто стоять и наблюдать. У нее была злокачественная опухоль. Ты врешь. Это был лишь вопрос времени. И снова врешь. Я видел снимки. Знаешь что, я устала от бреда, который ты несешь. Ладно, подожди. Да, я солгал. Ну, вы слышите меня. Мы что-то день серьезно подсорились, сильнее обычного. Я был пьян, очень разозлился. Завязалась драка. Я ее толкнул, толкнул к стене. Она ударилась головой и упала. Свалилась на пол. Без признаков жизни. Я запаниковал, думал, что... Не знаю, мне ничего не приходило в голову. Я боялся, что мои действия это спровоцировали. Что кто-нибудь меня обвинит, это конец моей карьеры. Когда я вызвал скорую, было уже поздно. Слишком поздно. Это был не несчастный случай. Я солгал. Сказал, что нашел ее в таком состоянии, что меня не было рядом. Не было рядом с ней. Что теперь? Не было ни дня, чтобы я не думал о произошедшем. Весь этот год. Мне казалось, что я и сам умер. Словно, с того самого дня, я и перестал существовать. Опять из-за свое. Даже сейчас. Даже сейчас ты имеешь наглость врать мне. Стивен, мне так жаль. Мне тоже больно. Это был не несчастный случай. Ты понимаешь, о чем я? Кто-то должен заплатить за ее смерть. Что здесь происходит? Стивен, отпусти пистолет. Это не твое дело, Шон. Проваливай и притвори, что ничего не видел. Ты знаешь, что я этого не сделаю, Стив. Мистер Ридли. Бегите отсюда. Заткнись. Я выстрелю, если потребуется. Но в таком случае... Устроим дуэль. Стивен. Нет! А, и все. И это конец. И это такой конец. Такой нелепый. Такой нелепый конец. А как можно пропустить это все? Загрузка. Все? Серьезно? Серьезно? Это все? Ну ничего себе. Ну, концовка как-то меня расстроила. Она какая-то... Ни туда, ни сюда. Игра вроде бы неплохая, но сюжет у нее какой-то банальный и странный. Еще и концовка такая неясная. Ну, а на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте лайк, ставьте комментарии. Всем спасибо и всем пока.